Доброе утро, дорогие друзья! Самые интересные новости и факты. Это программа «Фрэш новости» и мы начинаем. 8 градусов и кратковременные дожди ожидаются сегодня на Гомельщине. Ветер будет западного направления скоростью до 6 метров в секунду. А вот свидетелями уникальных природных явлений стали жители Гомельщины в 1989 году. Тогда температура воздуха поднялась до 21 градуса. Не менее удивил 1961 год, когда температура воздуха опустилась до минус 7,1 градуса Цельсия. На первом форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле 25 и 26 октября, будут работать две масштабные выставки. Традиционная во Дворце легкой атлетики и выставка крупногабаритной техники белорусского производства на площади Ленина. По предварительным данным, только на закрытой площадке Дворца легкой атлетики свою продукцию представят около 60 предприятий из 14 областей Украины и около 90 предприятий Беларуси. Также на площадке Дворца легкой атлетики традиционно пройдет ярмарка продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Уже стало известно, что в ней примут участие ремесленники из Черниговской области и всех регионов Беларуси. В Гомеле в октябре проходят информационно-образовательные акции по профилактике болезни системы кровообращения. Уже сегодня медработники ждут вас с 14 до 16.00 в магазине Доброном по адресу улица Бориса Царикова 1. Всем желающим специалисты измерят артериальное давление и дадут индивидуальные консультации по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, здоровому питанию и достаточной двигательной активности. Кроме того, можно будет рассчитать индекс массы тела и научиться правильно измерять давление самостоятельно. Молодежный чемпионат мира по шашкам 100 пройдет в Гомеле с 28 октября по 3 ноября. Такое мероприятие Гомель примет впервые. За места на пьедестале в течение недели будут бороться 250 спортсменов из 20 стран. Помимо состязаний для участников запланирована культурно-познавательная программа. Общегородская мини-ярмарка вакансий пройдет сегодня в Гомеле. С предложениями о трудоустройстве выступят торговый дом Рогачев, электроаппаратура и Гомель-Древ. Заявлено более 20 наименований вакансий, по которым актуально около 100 рабочих мест. В том числе часть вакансий с возможностью обучения. Мероприятие пройдет с 10 до 12 часов на Пролетарской, 18. Специалисты из США провели 5 экспериментов, в которых приняло участие 896 добровольцев. Ученые решили выяснить некоторые особенности восприятия достижений у мужчин и женщин. Выяснилось, что представители сильной половины склонны воспринимать достижения своих женщин как удар по самооценке. Другими словами, когда спутница более успешна в финансовом и карьерном плане, собственные достижения кажутся мужчине блеклыми. Интересно, что подобный феномен абсолютно не распространяется на женщин. Психика девушек устроена таким образом, что им намного легче пережить неудачи в трудовой деятельности, нежели в любви. К слову, психологи говорят о том, что счастливый брак не должен основываться на конкуренции. Именно поэтому очень важно распределять роли в семье. Снизить воспаление кожи можно регулярным употреблением натурального кофе. К такому выводу пришли китайские ученые. Было установлено, что кофе способен заменить медикаментозное лечение и коррекцию рациона питания. В будущем ученые планируют на основе кофеина создать специальный фармацевтический препарат, который облегчил бы лечение тяжелых кожных заболеваний. Специалистам из Канады удалось связаться с людьми, которые находятся в состоянии комы. Ученые с помощью МРТ зафиксировали активность мозга в коме. Кроме того, некоторые из пациентов способны отвечать мысленно на поставленные вопросы. Реакция определенных отделов полушарий могла красноречиво говорить о том, что человек не только слышит то, что происходит вокруг, но и испытывает целую гамму эмоций. Ученые выразили надежду, что в будущем их методика позволит установить базовую коммуникацию с пациентами в коме. Специалисты смогли доказать, что полнолуние действительно негативно действует на сон человека. Ученые из Британии провели эксперименты. Добровольцы не знали, в чем именно заключается суть исследования. Это было сделано для того, чтобы исключить эффект самовнушения. С помощью новейшей аппаратуры шесть испытуемых ночевали под присмотром ученых. Удивительно, но именно в полнолуние у всех были зафиксированы изменения гормонального баланса, давления и движения белков глаз. Кроме того, специалисты точно отметили изменения в деятельности отдельных участков мозга. По словам ученых, именно в этот период наблюдается повышенный риск инфарктов и инсультов. В ходе исследования австралийские специалисты решили выяснить, как чтение книг влияет на навыки подростков. Позже их уровень знаний сравнили с выпускниками колледжей. В конечном итоге ученые пришли к выводу, что подростки, регулярно читающие книги, получают не меньше знаний, чем студенты. В процессе чтения развивается грамотность, умение считать и передавать информацию. В данных навыках ученики в некоторых случаях превосходили по развитию людей с образованием. Специалисты из США доказали, люди, любящие тыкву, редко страдают от сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и респираторных инфекций. Мякоть тыквы богата цинком и фосфорной кислотой. Из микроэлементов имеются калий, кальций и магний. По содержанию железа тыква и вовсе стоит на первом месте среди овощей. Также ученые отметили, что тыква замедляет старение клеток тела. Ни для кого не секрет, что кошки боятся воды. Однако не всем известно почему. Проведя исследования, команда британских ученых установила, что животные боятся не самой воды, а переживают за то, что намокнут. Принятие ванны для них может обернуться неприятными последствиями. Первое, что тревожит кошек, возможное переохлаждение. Шерсть защищает животных от низких температур. Но если она намокает, то функциональность выходит из строя, и кошка начинает замерзать. Для восстановления прежней температуры понадобится несколько часов. В такие моменты коты не чувствуют себя в безопасности. Вторая причина – страх подхватить инфекцию. Кошки весьма чистоплотные животные, поэтому после купания они старательно себя лижут, чтобы смыть все микробы. Третья причина – неприятный запах. Влажная шерсть имеет специфический запах, который притягивает потенциальных охотников. Ежегодно 24 октября, начиная с 1948 года, в мире отмечается как День организации объединенных наций. Это уникальная международная организация. Она была основана после Второй мировой войны представителями 51 страны, являвшимися сторонниками курса на поддержание мира и безопасности во всем мире, развитие дружеских отношений между странами, улучшение условий жизни и положение дел в области прав человека. По инициативе ООН 24 октября также проводится Всемирный день информации о развитии, который организация учредила в 1972 году. Его цель заключается в привлечении внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения. Ассамблея выразила убежденность в том, что улучшение распространения информации и мобилизация общественного мнения, в особенности среди молодежи, явились бы важным фактором для лучшего осознания проблем развития и способствовали бы таким образом наращиванию усилий в сфере международного сотрудничества в целях развития. Насколько активна молодежь в выборе профессии? Об этом пойдет разговор в передаче «Добрый вечер, Гомель». Смотрите нашу программу сегодня на Беларусь 4 в 20 часов 25 минут. Также ищите нашу группу «Добрый вечер, Гомель» ВКонтакте и присоединяйтесь к нам в Вайбер по телефону «Плюс» 375-33-34-22-430. Я, Павел Михнов, желаю вам продуктивного дня. И помните, если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!